В принципе, я занимаюсь различными ресерчами в последнее время, связанными с аудио. Ну, и субсцентр всего время занимался, и немножко об этом я хотел рассказать. План. План у нас будет следующий. Сначала я перечислю задачи, которые, как у меня возникают, от чата возникают перед искусственным интеллектом, перед неровными сетями в сфере аудиоресерча и работы с аудио. Про данные, потому что все данные, все проекты, так или иначе, начинаются с данных. Какие данные лучше использовать для того, чтобы работать с аудио. Ну, чистые данные, чистые внутренние, какие-то процессы. Ну, и несколько неровных архитектур, которые лучше все работают по различным тестам, как моим, так и окружающим. Итак, по задаче. Ну, в принципе, о том, чем я чаще всего работал и сталкивался, это была попытка сделать тегизатор для музыки. То есть, у нас есть фантатичный, у него есть определенные теги. Это может быть его жанр, это может быть в годах там был написан и что-то прочее. И вот, соответственно, система, которая автоматически может проставлять эти теги, была бы очень полезна для таких вещей, как иммуникационные движки, для всяких автоматических каталогизаторов и всего прочего. Я сталкивался также с интересной штукой, как urban self-assimilation. Это задача по симфикации окружающего звука. И, например, в некоторых смартфонах она позволяет переключать динамик и микрофон в нужный режим, чтобы, допустим, на улице он был менее чувствителен к окружающему шуму, если в каких-то комнатах он был. Более чувствителен тот. Зачек EOS потенка. Это вот то самое, что у нас есть в системах типа Google. Когда вы говорите, окей, Google, либо же в телефон, говорите там, KC, оно просыпается и слушает вас. Это вот задача EOS потенка. То есть, определение пота ключевого слова, чтобы проснуться и дальше уже слушать, что дает пользу. И, соответственно, user identification. Это если у нас есть несколько человек, чтобы узнать вас по голосу, используются тройники из категории user identification. Так иначе это все сводится к классификации. И почти для каждого здесь используются нейронные сети. Сейчас я больше немного расскажу про первый пункт. То, чем я немного занимался в соц.э. Это была попытка сделать рекомендационную систему для музыки, которая на основании ваших личных предпочтений будет вам советовать какие-то новые песни. Данная картинка, она показывает маппинг фичеректоров, полученных в процессе. Это из оригинального paper, собственность, по которому это делалось. Маппинг фичеректоров на двумерном пространстве. И каждый фичеректор получен путем разложения матрицы предпочтений пользователей. То есть у нас были песни, у нас были пользователи. Кто использовал какую песню, кто слушал. Если эту матрису патализировать, мы получим две поменьше матрицы. Одна из них содержит фичеректора пользователей, вторая фичеректора песенок. Передошив одну на другую, мы получаем изначальную матрицу предпочтений. Это смапленное на двумерное пространство фичеректора песен. И что здесь интересно. Черная — это электронная музыка. Вот в центральном квадратике. Черненькая — это электронная музыка. То есть она, в принципе, равномерно распределена по фейп-площади. А то, что ближе к пальмовому — это верхний левый угол. Это рэп-музыка. Она почему-то была очень отдельная. Когда люди, которые слушают, каким-то образом отличаются от этих людей. А конкретно где-нибудь использовался пепелокинг, то есть нейронные сети. У нас были фичеректора. Это вот то, что смаплено сюда. У нас были чистые ампатичники. То есть это записи звука. И потом с помощью нейронной сети можно было попытаться смапить изначальный звук, то есть чистый звук, в эту плоскость. Зачем это делать? Потому что, в принципе, у нас уже есть вот это вот что-то. Если мы имеем какой-то новый трек, которого не было в изначально нашей табличке про предпочтение пользователей. То есть, допустим, какая-то новая песня написана. То, чтобы получить ее здесь, нам нужно хотя бы, чтобы ее кто-то прослушал. Использовать сетку, которая обмакивает автоматически в это пространство. А нам не нужно, чтобы ее кто-то слушал. Мы можем сразу предсказать, что она вам понравится. Так, дальше по поводу, ну то есть, этот проект мы так или иначе там доделали. У меня по есть, кстати, где мне довольно большая презентация. Если будет время, покажи. Вот. Все начается с данных. И по поводу остальных тасек, которые я тут перечислял. В принципе, куглится много татасетов открытых и не очень открытых. Например, вот самый первый, тот, который слева, в табличке. Там собраны звуки различных животных, там, ну, прочее. Из этой ФПД, вот конкретно по звукам животных. Как-то раз я был на Хакатоне, и вот у ребят конкретно чем-то похожим с этим татасетом, они пытались сделать развлекательное произношение, где нейросетка должна была определить, насколько звук, который мы знали в том микрофон, похож на звук какого-то животного. Частично данные, например, были использованы для открытых датасетов. Так что, ну, можно довольно странным образом использовать открытые данные для такого приложения. Вторая ссылочка есть, например, это вот то самое, о чем я говорил, что это вот под sound classification, там различные звуки троги, какой-то балкон, пенсионеров, прочие люди. Довольно популярный датасет, про миллион саунд датасет, он называется, там собраны. Данные по очень большому корпусу музыки. Причем данные там собраны в очень разнообразном виде. Там есть как таблички с тем, что какие юзеры предпочитают. Так что там есть, например, описание тегов, годов, ну, в общем, для мета-информации по трекам. Есть на чего там качать моменту. Это изначально mp3 данных, то есть mp3 файлов. Есть только про компьютер фичи, как они это написали. Плохая документация к этому, как она работает. Поэтому все обычно постараются качать дополнительно к этому еще сами mp3-шники, каким-то образом их комментировать. И даже теперь есть последняя ссылочка, длинный твой список по sound date у всех датасетов, которые можно найти. Вот, кстати, один из примеров того, что есть в мире ансамбе дата-стейн-эсет, это, ну, выглядит уже в следующем образом, есть три колоночки. Первая колоночка, если я не ошибаюсь, песня вторая, и вторая-третья, это сколько раз он его послушал. И, соответственно, вот таких вот знак записей очень-очень много. 48 лет. То есть она довольно объемная база, и анализировать их тоже не так легко. Вот то, что я говорил, что никогда не бывает так, что можно из этих открытых баз скачать дополнительные то чаще всего предлагается выкачивать бесплатные примеры из различных сайтов, где они есть. То есть, например, вот отсюда можно выкачивать 30-секундные кусочки, равные кусочки из разных песен. Окей. То есть про данные немножко поговорили, и то, о чем я говорил сам в начале, что можно с данными работать как с чистыми, так и с некими прокомпьютер-фичами. Немножко больше об этом я хотел бы рассказать. Что такое чистые данные, ну, в моем понимании. Все знают, как электричники устроены. У нас есть какие-то самплы, взятые с определенной частотой от нашего сигнала. Ну и, соответственно, когда мы слушаем электричники, этот сигнал восстанавливается в наших самплов изначально. Если у нас самплорейнгинский, как вот видно на правой картинке, правой верхней картинке, то у нас будет походное качество звука. Если у нас самплы более часто взяты, то мы сможем лучше восстановить. Соответственно, у нас качество будет лучше. В среднем табличках это выглядит так. И стандартная частота дискетизации у нас 44 кГц. То есть 44 кГц это вот то самое, что мы слушаем фантазии. Например, с человеческим голосом, там достаточно 16 кГц всего выше. И так далее. То у нас звук различает 44,96 кГц. Чем больше, чем числота, в котором мы с лизером. Я не думаю. Чтобы хорошо поснимать. 44 кГц, это 20 кГц. 16 кГц, значит потом 8. Окей. Собственно, поэтому наши чисто данные были просто некий вектор из циферок. Каждая циферка это вот наши отдельные отсчеты, которые мы получаем в зависимости от того, как часто мы эти отчетки берем. Очень редко кто использует чистый сигнал в качестве данных для анализа, ну как бы в моем случае это нейронные сети. Чаще всего это какие-то пре-компьютер фичи, в данном случае спектрограммы. Либо админские спектрограммы. Как они получаются? Мы берем наш изначальный сигнал. Это вот те самые отсчетики, которые у нас есть. Допустим, каким-то окошком. То есть окошко всегда есть. Размер этого окошка вариативен. И в разных ситуациях выбираясь, в принципе, эфирически. Я чаще всего встречал это 512 счетов с перекрестком 256. То есть это 512 точечек в цифрах, которые у нас есть. С перекрестком 256. Мы едем по нашему сигналу окошком. Считаем по нему быстрее преобразование в фуи. Получаем некий как бы фичи вектор. Еще один. И для каждого такого окошечка с каждым слайдом, который мы получаем, мы формируем матрицу. Вот. Пример этой матрицы. Да, это спектрограмма. И пример, как она выглядит внизу нарисован. А если это просто представить как какие-то данные, то это просто матрица, состоящая из цифр. Где по X это у нас временная шкала, а по Y это у нас частотная шкала. Интересно сказать. Да, это руковое давление на разные частоты. Еще, что интересно, чаще всего эти спектрограммы переводят так называемую МЭЛ-шкалу. МЭЛ-шкала это шкала, которая позволяет нам перевести частоты ближе к другу, как их слышит человеческое глухо. Примерно для картинок, это может быть, вы знаете, когда цветную картинку пытаются сделать черно-белую, то каждый канал умножают на определенный дефицент, который обозначает, насколько хорошо власть воспринимает данный цвет. То вот это вот аналог фейсбука, какую частоту, как на фейсбуке воспринимают, это не линейная зависимость, поэтому, например, есть такая формула, по которой это помещение было. Наконец, еще есть третий вид фич, который я тоже встречал, это кеппы, МЭЛ-фейкласс и кеппы. И они собой представляют то же самое, что у МЭЛ-шкалу, только плюс два дополнительных шага. Ну, в данном случае шаг номер один, два и три, после которого мы получаем наши МЭЛ-спектрограммы, и четыре, пять это уже МЭЛ-фейкласс. В принципе, они коррелируют с нашими МЭЛ-спектрограммами, и, например, на тех же нейронных сетях как бы не особо важно, что мы берем в качестве исходных данных. Вроде бы как лучше, как на моей практике, это изначальная фейкласс-пектрограмма, потому что мы не теряем никаких данных в этом. Теперь по поводу того, как это все считать. Если кому-то это нужно сделать на практике, то мало кто, соответственно, сам пишет все друг друга. Я не знаю, что я куплю, существует очень много библиотек, которые могут из подвижников высчитать сразу маточки, с которыми можно дальше работать. Я, например, пользовался первыми двумя ссылочками здесь, это DDP-кросс и Пайденс-патч-фитчерс. И то, и то, в принципе, умеют высчитывать МЭЛ-спектрограммы, и МЭЛ-спектрограммы, и все прочее. Кроме того, если вы хотите, например, в ту же нейронную сетку вставить в качестве, например, дополнительного слоя фичи-экстракта, чтобы не сначала пересчитывать ваши электричники в фичи, а на риту, чтобы они читались на видеокарте, то существует тоже несколько библиотек, вот одна из них, например, она совместима с керазом. То есть мы сможем просто в нашу нейронную сеточку добавить еще один слой, который будет на риту из нашего сигнала высчитывать. Еще немножко про МЭЛ-спектрограммы я расскажу. Например, вот так выглядит просто обычный генеральный синус. Ага. И дальше... Дальше. Дальше будут две аспектрограммы, одна из них, это The Prodigy, The Prodigy, Inventers Must Die, и вторая — Reddy Gat, предлагаю угадать, что из них что. Это существенный вопрос, почему они спрашивают, потому что дальше я немножко от этого буду откалкиваться. Тут есть фичи, очень характерные для боксы, можно планально заметить. Верхние и левые – это действительно лиги Гага, я слышал, как вас вы знали. Те самые фичи, которые очень характерны для бокса, это бит. Его очень хорошо видно на низких частотах, очень ритмичный, повторяющийся бит. А в прошлых, вроде же, бита нет. В контенте в NWK SmartDive очень много отребежащих. Кстати, тут не до конца видно. Тут во второй картинке видно внизу просто забитая нижняя частота бита. Вот. Почему я это показываю? Потому что, в принципе, можно относиться к спектрограммам как к картинкам. Даже глазами, в принципе, можно некоторые треки от друга отвечать, либо же попытаться отличить одно слово от другого. Поэтому, когда мы пытаемся с ними работать с помощью нейронных сетей, то один из таких логичных подходов – попытаться работать с ним как с картинкой и использовать для этого срочные нейронные сети. Теперь вопрос… Тут качество элементов про-диджей, кустосычному, там, взравно-природизм. Ну, вчера почему-то, ну, что вы на таких картинке, я решил, что это достаточно показательно. Ну да, согласен. Так вот, в принципе, можно с ними работать как с картинками, или с помощью срочных нейронных сетей. И вопрос в зал – кто вообще работал, либо знает, как устроена срочная нейронная сеть? Ничего. Это плохо. Потому что… Высоколором два. Окей. Ну, наверное, все там читали хайповые статьи про то, что вот, начередная победа искусственного интеллекта, мы научились отличать котов от собак. И, в принципе, здесь работает примерно таким же образом. Только нам нужно отличить не кодика от собачьей, а, скажем, протиджей от леди гаги, ваше кейворс пофет слова типа кей-гугла от нее, кей-гугл, тэг-рока от нерока и так дальше. То есть у вас есть матовичка, она, допустим, слов на стол. Мы по ней будем идти… Ну так, это я пытаюсь объяснить, как я вообще работаю с выточнением нейронной сети. Мы будем пытаться, конечно, это нарисовать на доске. Надо, надо, чтобы я нарисовал на доске. Ну, просто подняла руку только два человека. Это не очень сложно. Основные люди будут здесь понять, как это срабатывает. Это понимание, как… …когда здесь онфортировал… Ну, окей, окей. Я нарисую, мне несложно. Предположим, что у нас есть какое-то изображение. Я начну изображение, потому что это очень просто объяснить. Что делать с выточной нейронной осеткой? Она идет окошечком по нашему изначальному изображению. Вот, допустим, наше окошечко будет 3 пикселя на 3 пикселя. И сдвигает его каждый раз на 1 пиксель. То есть, мы как бы идем вот таким вот по нашей изначальной картинке. Слева направо, снизу вверх. Осторожно, нашим маленьким окошечком. 3 на 3 пикселя. Для каждого из этого окошечка, как бы, мы высчитываем одну цифру. То есть, например, с первого окошечка мы получили там какой-то ноль, единичку. И так дальше, пройдя всю картинку, мы получаем что-то типа новой картинки. Это называется фичемааа. С цифрками ноли и единичка. Там, где, допустим, наш фильтр срабатывает на какую-то фичу на изначальной картинке, либо нет. То есть, например, у нас здесь была цифра 2. И, например, наш фильтр, который у нас был изначально, он должен срабатывать на вот такую вот наклонную региону. Ну, то есть, это вот у нас 1, 1, 1, 0, 0, ну и вискеролит. Просто диагональная базочка. Соответственно, он будет ближе к единичке в том месте, где наш фильтр пройдется по двоечке. Там, где максимально совпадут у него фильтры. Кому, что он видит. То есть, в принципе, то есть сверточная нейронная сеть, она сворачивает картинку с каждым проходом и что-то другое. Потом еще, еще, еще. И вот эти вот цифры в нашем конфликте они обучают. То есть это писание. То есть, где же, даёт какой-то текст или что-то заполнено, ставит одиночку, так? Просто нейронная семья. Обычно выглядит как множество нейрончиков, которые у нас ведет какой-то вход. Ну, думаю, это картинку многие там видели, да. Это связанная сетка. Так вот, вот этот фильтр – это просто как комбинь нейрон. То есть, мы взяли этот кусочек информации. То есть, допустим, левый верхний угол, а потом будем идти слева направо, сверху вниз. И, соответственно, наш нейрончик нам выдал что-то еще. Вот, и, грубо говоря, то, что здесь, мы видим, это точно такая же картинка. И мы можем использовать вот эту операцию «хождение по ней опошечкам», то есть, информацию четвертки на ней, как на обычной картинке. Ну, конечно, мы по цифрам не построим. Чего сразу по цифрам не дадим? Зачем картинка? Так, картинка – это и есть цифры. То есть, как выглядит изображение в представлении компьютера? Это матрица, если у вас изображение чем-то милое, это матрица свистимости от 0 до 965, размером вашу картинку. То есть, картинка 100 на 100, то это матрица 100 на 100. Если это RGB изображение, ну, в принципе, здесь оно просто так нарисовано, на самом деле, оно один канал, то это будет три канала. То есть, как бы, это будет DENZO 100 на 100 на 3. И, в принципе, рисун через RANDOM, как лучше работать с изначальным сигналом, то есть, с RAM-аудио, с тем вот вектором, так сказать, с вектором амплитуд сигнала по времени, либо же с вектором амплитуде. И, ну вот, например, у человека была одна и та же архитектура нейродной сети, которая использовалась и для спектрограмм, и для исходного звука. Он проверил, в чем эта нейродная сеть случится лучше. Там тоже у него была задача тегик оставлять в музыке. И получилось следующее. То есть, у нас есть четыре колонки. Первые две колонки — это длина окошка и шаг. То есть, без перехлёстка — это еще 24 точка, это еще 24 метра. Но это не так важно, точнее то, что точность получается лучше, если мы используем спектрограммы, а не изначальный сигнал. Почему так получилось? Это там есть некоторые выводы дальше. Ну, в целом, то есть, он по каждому своих 50 тегов посмотрел площадь под ROC-кривом. Сейчас там дальше будет слайд, что это такое. И получается, что, ну, чем больше эта площадь, тем лучше. И что у людей, которые учились на спектрограммах, площадь больше. Собственно, ROC-крива — это зависимость между true positive и false positive rate. По-хорошему, у нас должен быть как можно низкий false positive rate То есть, как бы, чем выпуклее наша кривая будет в верхнем углу, тем лучше. Как-то так. Это работает. Вот, да и почему? Почему с чистым сигналом получалось хуже? Во-первых, потому что при работе с чистым сигналом нейросети пришлось изучать очень-очень сложные фильтры, которые не нужны при работе уже с какими-то обработанными данными. То есть, грубо говоря, сети пришлось изучать свое собственное преобразование на 4e. То есть, оно, возможно, работало как-то по-другому, но смысл был примерно тот же. Надо было изначально распадывать сигнал на какие-то частотные составляющие, и нейросети это пришлось учить. Ну, если мы ей поможем, то вот это нам несколько уменьшает. Немножко про архитектуру. Я буду не уверен, насколько подробно это объяснять. Попробую рассказать. То есть, вот это вот самый-самый-самый первый лист бутерброда, на котором написано Frequency. Да, это вот наша изначальная спиртограмма. И мы по ней идем окошком. Как я говорил, на доске 3x3, только в данном случае в качестве окошка они использовали одну частотную характеристику, то есть по частотам сворачивали не сильно, а в основном по времени. То есть, у нас такое окошко получалось такое низкое и длинное. Такие архитектуры нейросети, ну вот мы свертка-свертка-свертка-свертка и пару слов fully connected. Такие архитектуры нейросети чаще всего используют люди, которые пришли к вообще использованию нейросети в аудио, которые пришли туда в эту область из аудиоресерча. У них там дело в том, что тоже есть операции свертки, которые используют больше свертку по времени, чем по частотам. Следующая архитектура, которую тоже часто используют, это, ну, как бы оно нарисовано в таком же стиле, поэтому все таки понятно, что Frequency.Time это наша изначальная спиртограмма, только в данном случае мы ворачиваем по всем частотам, которые у нас есть, то есть по высоте все и по времени. Там тоже энергетически сколько-то там, вот такое вариативно, но тут основная идея, что мы пытаемся сворачивать не вот так вот, а просто на всю высоту всех частотах. Третья архитектура, вот так в том, что начинают делать люди, которые пришли из компьютерного зрения. Они используют три на три кэрделла. Те самые кэрделлы, это вот опошечка, которые мы ходим по нашему изначальному изображению, или вашей фотографии, они используют квадратные кэрделлы маленького размера. Вот оно вот, собственно, в задачах работы с картинками, это позволяет нам ее фидить наше таблиное, плюс квадратные маленькие кэрделлы быстрее работают, потому что они оптимизированы. И одна из таких тоже последних архитектур, которые тоже используемые и для Google Web Performance, это вот это вот. То есть это квадратная кэрделла, сровка-сровка-сверкка, фулли-коннект. Только вместо фулли-коннект, а точнее до него, мы используем еще эгкулентно-ренированную сеть. Нарисовать ее будет сложнее, а? Честно говоря. Как это выглядит? То есть что такое вообще эгкулентно-ренированная сеть? Это сеть, которая имеет обратную связь у себя же, из своего же выхода. И, например, современные архитектурки эгкулентно-ренированных сетей не имеют еще память. То есть у нас есть некая лечейка, которая свой же выход получает на вход и накапливает какое-то значение. То есть если это попытаться... Высоково мне писать. То есть если это черная коробка, мы подзовываем по одной цифре, она что-то там изучает, возможно она что-то помнит из прошлой цифры, возможно она что-то из них забывает. И она выдает нам какие-то цифры, в смысле это ответ. Как это работает на практике? Все эти четыре архитектуры, то есть тут были про какие ребята это сравнивали. И выглядит это следующий вопрос. Вот это вот К1С с синими треугольниками. Архитектура это самая первая. Вот это вот. И работает она уже все. Чуть получше работает следующая. Вот это вот с поствертки по всем частотам. Ну и дальше соответственно те, которые были лучше, это ссылки с квадратиками и звездочками. Это просто квадратный кэрбел 3х3 плюс вторая, там где мы добавили еще кусочек рекуррентной сети. То есть вывод с рекуррентной сетью, еще и с квадратными кэрбелами. И соответственно более высоковерный вывод, что подходы из купительного зрения, в принципе, работают и работают лучше, чем подходы, честно говоря, а более всего чем кэрбел. Почему на рекуррентной, судя по направлению, почему новые изменения? Там сделали почему-то лучше тренировок? Да, да. Потому что там тренировок, то есть они дольше тренировали. В принципе, как бы уже... Вообще вопрос, да. Почему они все вместе тренировали одинаковое количество флок? Все флитеры вообще видели? Ну, видно, что дальше плохо учится. Возможно, там как бы в этом была причина. Ну да, тут вопрос к автору не можно задать. Не я рисовал, если что. А по квадратной шторме здесь то же самое, площадь, по которой осеньки угодно. Но есть ли у меня сомнения, что, конечно, самая плохая сеть, если нужно тренировать, то будет не то, что по динамике они примерно все одинаково. То есть у них была конкретная конфигурация, то есть у них есть разные размеры ломка, то есть тоже вариации? Ну, тут их было четыре. То есть тут я просто не указал, но у них были конкретные размеры керновов, то есть окон, которые они использовали, конкретное количество слоев. То есть вот эти вот две сеточки, они, в принципе, практически идентичны, в чем-то как не было. И еще одна архитектура, которую я, в частности, на практике использовал. Как бы тут происходит все то же самое, пусть немножко по-другому нарисовано, скорее в профиле развернутая, это наша изначальная спектрограмма, это окошечко, на котором мы ходим по мину, сворачиваем. А в конце тут вместо того, чтобы на последнем шаге свертки, там, где 512-5 квадрата, обычно в сетях просто этот, как бы, этот tensor растягивают в один длинный вектор и к нему пристекивают в reconnected слои. Так вот здесь использован Temporal. То есть мы пулили по всей временной шкале. Пулинг — это когда мы, ну, то есть есть несколько видов пулинга, например, average-пулинг, когда мы складываем все циферки по времени и высчитываем среднюю, либо же максимальное, просто выбираем максимальное значение. Так вот тут использованы все три вида пулинга, это L2, максимальный Umin, и уже спулинные вектора, не стекнутые в один пулилиный вектор, в котором будут прицепачены fully connected слои. Зачем это сделано? Ну, сейчас. Вот есть слайд. Потому что, когда мы пытаемся анализировать звук, какие-то слова, музыка, либо еще что-то, у нас никогда не бывает так, что данные взяты с одной и той же точки. То есть, например, у нас может быть кусочек как в синем окошке, где у нас перед каким-то словом здесь будет тишина. Либо же у нас в зеленом окошке, где мы прямо с самого начала взяли. Это приходит к тому, что там не особо важно знать, где именно наши данные, что находится. И, как бы, есть ли у нас высокая какая-то энергия на каких-то частотах в начале наших данных, либо в конце. То есть, нам не так важно расположение, как важно само наличие. Соответственно, когда мы делаем пуринг по всему посеверкому шкале, мы, как бы, нашу сеточку толкаем в устойчивость к таким вещам. Она не заучивает, что, допустим, все ключевые слова, которые мы хотим найти, они, например, начинаться будут с тишины. Потому что можно сделать такую ошибку. Тайки смучить вашу сеть искать окей Google. Ну, условное окей Google. И дадите этот асет, где все вот эти вот ваши ключевые слова они всегда будут в начале содержать одинаковое количество тишины. А все ваши не ключевые слова это тишины содержат Google. То сеть она выучит не какие-то специфические финчи, которые относятся к этим ключевым словам, а просто, что вот если есть тишина в начале, то это ваше слово. Все. Ну, и что, например, добавление регулентных слоев и глобального хулинга помогает решать такие вопросы. В принципе, там довольно много может и пропелем возникнут, особенно из-за того, что никогда не понятно, где именно начало данных, а где их конец. Поэтому, соответственно, у нас еще и данные все разной длины. Поэтому, если у нас длинные тряки и короткие, то короткие заливаются моликами в конце, как вариант. Получается, что половина данных у вас полностью матрица, допустим, 100 на 100, а вторая часть данных это матрица 100 на 50, из которых 50 еще забиты. Как-то так. Ну, и в целом, тут идея в том, что сети, которые работают хорошо с картинками, например, в архитектуре типа ВИЧИ, как вот здесь, в табличке. Табличку нужно смотреть по колонкам. Каждая колонка — это определенная архитектура, и свои — это сверху вниз. То есть, колонка — это 13 слоев, по 3х3 конволюшн, по вскоре 3х3 конволюшн, конволюшн — это свертка, это тот, кто мне рисовал сверху. Ну так дальше. Есть какие-то вопросы? Вариант исходных данных, которые подаются на вход, кроме как, что-то у нас сырые, адмистатизированные данные, да, и преобразование курьер. Какие-то еще другие действия есть? библеты, что-то еще? Так, библеты я не встречал, честно говоря. То есть, чаще всего задача спичер-когнишн использоваться те самые non-frequency кемстры, где все пять шуров использованы. Это лучшее описание, как считается, это МФСС, ну и соответственно, это для спичер-когнишн, а для музыки или еще чего-то точно скажем, спектрограмм. Спасибо. А не маете по швидкости? Уповедения, по швидкости? Ну, проблемами решить, есть, если она включила так, и например, заманка такая, что есть способ это сделать, по-моему, на DTV называется метопика, и тогда у нас есть ключевое слово, ну то есть, в принципе, можем какому-то определенному слову все смотреть. Это наши, как бы, ну в общем, то слово, на которое мы ориентируемся, вот под него мы сможем попытаться по три дня все остальные. очень редко скажем, что сидят как используются, потому что там не особо это надо, все сами сможем включить. ключевое признаки от разной длинных ну от разного значения одного и того слова. то есть главное найти максимально использование максимально не 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 ну просто там ну матрица не матрица размеров ваших таймстемпов по высоте нет вся вся идея в том, что мы используем нейронные сети у нас является мультикласс пассивайром то есть допустим у нас есть 100 тегов то в конце лам нейронная сеть будет выдавать вектор из 100 значений с циферкой возле каждого из соответствующих тегов которые которые прошло обучение ну да а как вы работаете с теми с адресами которые вы уже оттегали но теперь прошла обучающая выборка новая то есть возможно что нейронная сеть теперь по иначе ну смотрите то есть вообще то что оттеганы это классно у нас есть раздембленные данные она лучше научиться соответственно у нас есть тестовый у нас есть трейн сет это штука на которой мы учимся у нас должен быть квалификационный сет это кусочек из раздембленных данных на которых мы проверяем насколько хорошо научились сет и тестовый сет это третья часть на которых мы проверяем насколько классно есть валидация нам нужна для того чтобы тюня параметры сети есть такая штука human gradient descent чтобы мы сами не заставили сети залучить параметры которые нам кажутся правильные мы обычно стараемся чтобы сеть давала лучшие результаты на валидации а она может падать на 200 на три часа обычно 80 по центру трейда 20 на валидации ну там типа 10 10 так главное чтобы вы выбирали архитектуру сверточной сети у вас были выжижения и другие архитектуры вы какую-то выбрали она вам подошла или вы искали у вас там было нарисовано три сверточных сетей я так понимаю это условность не существует в интернете и вообще не архитектуру где полево точно расскажет какую именно архитектуру выбирать ну то есть можно на что-то ориентироваться вот как я начал ориентироваться на архитектуры которые дают топовые результаты в каких-то ближних задачах потому что собственно я рассматриваю эти программы как картинки кроме того бывают вопросы к скорости например те архитектуры которые использовались вот здесь они работают довольно медленно из-за того что окошко довольно большое то есть окошко может быть окошко до 40 на 10 очень большое окошко это очень медленно работает и если запустить эту сетку напомнить условно раз в реку то лучше что что я использую в продакшене нету тут есть только часть из этого например то есть для сверток по поводу многого размера я использую как архитектуры как 3333 3333 3333 3333 Вопрос еще чаще всего в том, что их никогда не бывает достаточно, и часто их пытаются размножить каким-нибудь артифичным способом. То есть, если это картинки, то там добавляют шутки, это разборок и сражения. Со звуком, в принципе, даже это не происходит. Поэтому неразмноженный этот сет в районе 20 тысяч, я бы сказал бы. А с размножением мы стараемся трудно, зачем-то его довести. И с линейки, например, как можно понять, какую часть от новой придуманной музыки мы не сможем консенсировать? То есть, может быть, какая-то новая выборка и она существует? Еще раз вопрос. А как вы следите за х-кейсами? Когда кто-то написал новый вид музыки, ваш классификатор, нейронный сет, про это еще ничего не знает. Как понять, что мы про что-то ничего не знаем? Ну, возможно, для чего-то совсем нового и странного будет низкий конфиденц для всех тегов, которые у нас есть. То есть, грубо говоря, у нас хоть нуля до единички. Это насколько мы уверены, этот тег нам подходит или нет. И как бы то, конечно, мы играем сами. Но если это больше энергетики, то будет дата и тебе, возможно, это рок. Так вот, если что-то выдаст низкий конфиденц по всем тегам, возможно, это будет что-то новое и странное. Но это мало вероятно. Чаще всего что-то отбросим, берем на себя все, что есть, и мы получим что-то типа случайного ответа. Которое невозможно на отсеку. Я не раз не сталкивался, что кто-то пытался, потому что, честно говоря, я общал. Первый раз вышел идею о том, что туда можно написать новую жанру музыки, которой еще не существует. Ну, в общем, серьезно с таким бороться не пытаются. Просто потому что это редкость. Бороться за всём, что все же вы найдете на карте. Ну, тегов, тегов, разновидельских тегов довольно много. Если только сотня, это часто используют. И разных, если, например, это уже базу, это скачать. Все теги, которые есть, вывести в одну табличку, это очень много. Спасибо.